Приветствую вас. Человеком описывается несколько проблем. В частности, проблема взаимоотношений с мужчинами. У человека были трёх отношений. Все заканчивались ревностью и расставанием. У человека есть проблематика, что достаточно маленький круг общения, так скажем. Да, ну можно так сказать. И у человека есть проблематика. Того, что на данный момент ей нравится друг из компании, но они только касаются друг друга, только робко проявляют друг к другу. Свои чувства, но не более того. И запрос человека состоит, ну по большому счёту получается в том, чтобы спросить, какие у нас мысли. Ну, во-первых, сценарная модель поведения. Если мужчина вас ревнует, то, скорее всего, вы как-то мотивируете их на это. Ну, мотивируете их ревновать. Вот. Это первое. Второе. На мой взгляд, совершенно очевидно, что как-то вот вы боитесь сближения. Ну, боитесь близких отношений. Вот. Вот. И когда близкие отношения у вас возникают, или возникает их перспектива, вы сразу же стремитесь создавать. Вот. Это достаточно сильно бросается в глаза. И, соответственно, с этим нужно, в первую очередь, работать. Вот. А дальше я бы обратил внимание, что вот вам, как вы и сказали, сложно говорить о своих числах. Вот. Сложно их как-то вы нажать, да? Сложно их озвучивать. Вот. Вы их избегаете. с эмоциональным интеллектом. Это, в общем, в целом, так же чувствуется. И это называется эмоциональным интеллектом. С эмоциональным интеллектом, так же нужно работать. Да? Ну, то есть, так же нужно его повышать. И увеличивать. Если вас это не устраивает. Но момент здесь заключается в том, такой довольно интересный момент. Что вы спрашиваете у нас, какие мысли есть. Вы не спрашиваете, чего хотите вы сам. Вы не даете запрос к нам. Вы просто спрашиваете мысли, мол, вы мысли предложите, а я их как бы посмотрю. Подобная позиция говорит о том, что вы не уверены в себе. То есть, вы пытаетесь держаться обособлено. Вы пытаетесь держаться как-то вот самостоятельно. Но в глубине души вы надеетесь на кого-то оперяться. Вот. Надеетесь найти защиту от какой-то тревожности, защищенности. Вы боитесь что-нибудь не найдете. Боитесь боли. Вот. Пытаетесь здесь вот наперёд. Чтобы вам не причинили боль. Вот. Отчасти с этим связано. То есть, как бы вот очень вы не доверяете в этом смысле. В этом смысле сами себе, к сожалению, во всем. И я бы вот своей задачей, если угодно, видел именно это. Именно повышение уровня доверия к себе и к людям. Для того, чтобы эту доверие было, необходимо понять, какие у вас потребности, например, чего вы хотите. И необходимо поисследовать в том числе некоторые свои чувства. Да. Ну. Например. Как я в целом реагирую на то или иное. Как в целом я, ну, вижу то или иное. Да, как бы. То есть, в целом вот я, ну, какая я в целом. А вы как будто бы этого, этого, о себе не знаете. К сожалению. Понимаете, да? Какая штука. Какая штука. И на мой взгляд, как раз вам вот нужно с этим работать. Вот. То есть, идти на психотерапию и заниматься именно вот в рамках психотерапии этим вопросом. Вот. Все будут задрогнуты как лично, 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 как личностные аспекты. То есть, вот, ну, как бы аспекты, да? Да? Непосредственно ваши, так и аспекты, касаемые ваших отношений с родителями. Вот. И, в частности, вот тоже с мужчинами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.